здравствуйте уважаемые зрители добро пожаловать на мой канал сегодня видео про товары из фикс прайс но сегодня видео не из магазина фикс прайса сегодня конкретно про те товары которые я купила в магазине фикс прайс это было и на днях и месяц назад и полгода и год и едва и есть даже любимые товары которые у меня давно обязательно расскажу про плюсы и минусы потому что так же как и вы я покупаю товары в магазине фикс прайс хотя многие пишут что вы показываете но ничего не покупаете это неправда я покупаю немного но покупает только то что мне необходимо сегодня у меня будут товары мои любимые которые я обожаю пользуюсь и также я вам покажу не совсем удачные наверно три товара да я вот что вспомнила увидела что у меня здесь то я обязательно вам в конце видео покажу что мне не очень понравилось из магазина фикс прайс как что я купила но нахожусь я в своей тепличке у меня тепличка 3 на 8 и сюда я зашла не случайно потому что в тепличке у меня много товаров из магазина фикс прайс ну а так как я в загородном доме сейчас в основном у меня последние мои покупки были все для участка для сада но и также я вам покажу какие-нибудь товары в доме что мы по кухне с вами посмотрим потому что товар у меня тоже разнообразные ну а начну свой обзор я вот с этой корзинке я ее покупала подвесная магазине фикс прайс и она мне уже не первый год служит как вот удобное хранение в теплице и как раз таки по моему все что там лежит это тоже из магазина фикс прайс например вот этот крючок видите здесь я сначала вот так вешала можно и так у меня иногда и так висит но иногда я вешаю так вот сейчас у меня висела так для примера что я купила вот такие крючки крючки можно использовать по разным назначением они универсальны для дома для полотенчиков подойдут у меня шланг висит я вам покажу и можно вот так вот повесить что же в этой корзиночке у меня из магазина фикс прайс я вам сейчас покажу во первых это ножницы одним ножницам у меня года три а вторые ножницы я только в этом сезоне докупила и пользуюсь ножницы замечательные возможно какие-то разные партии у меня ножницы классные они режут все вот все-все-все вот начиная от каких-то пакетов бумаги коробки скрываю линолеум резали подложку мне даже вот не вспомнить вот для меня это очень хорошие универсальные ножницы веревка вот все я докупила вторые единственное у меня они здесь вот то ли прошлый то ли эти носик сломался но это моя вина потому что я открывала магазинную хорошо запакованную банку с краской решила ножницами и у меня сразу треснула но мне не помешает это чтобы пользоваться дальше потом вот я покупала вот этот жут набор по моему три рулончика один у меня закончился куда я использую я подвязываю деревья вот такими веревками джутовыми у меня сад молодой участок у нас недавно и опорами когда ставим я покажу если не забуду выйду я подвязываю во-первых не видно такой натуральный цвет и зеленый не использовала вообще мне нравится вот такой трикотажный пряжей подвязывать например вот видите у меня томаты вот к этим полипропиленовым подвязаны очень он мягкий не травмирует а вот это невидимое у меня на на улице крючки я вам показала это был какой-то большой набор я выкупила в этом году они мне обязательно пригодятся табличек у меня тоже много таблички я использую мне еще нравятся вот такие таблички ты уже в другом магазине покупала вот например у меня на перцах но вот те которые фикс прайс у меня вот они внизу я поставила все подписала единственное я побоялась писать карандашом который идет в комплекте не бойтесь я потом попробовала все нормально мне показалось что карандаш смоет все надписи вроде пока держится вот этот вариант который у меня здесь здесь у меня подписано на бумагу приклеена скотчем но томаты я поливаю аккуратно под корень а если вы поливать при таком способе например зелень я там подписывала какая у меня первоначально льет дождь и все эти этикетки все это смывается и также например если на цветы поставить бумагой скотч все это отклеится и надписи все сотрутся но все вот эти для теплиц к опорам к дугам я использовал в прошлом году это здесь вот вообще их мало у меня много еще в другом месте лежит они хорошие фикс прайсе был только один размер бывает зеленые попадаются еще в общем вот такая удобная корзиночка органайзер у меня здесь теплички также вот эти колышки чуть не пропустила я их покупала фикс прайсе много наборов потому что мы делали приствольные кокосовые круги покажу я их крепила колышками вообще мне кажется колышки можно много где применить кстати вот стала выходить из теплицы увидела компостин я его покупала в этом году в магазине фикс прайс это новинка 500 граммов упаковка стоила совсем недорого я покупала 2 у меня всем вот этим занимается муж не могу сказать хорошее или плохое мы пролили согласно инструкции потому что в этом году мы использовали компост с того года в этом году мы его делаем новый закладываем траву проливаем все что нужно там тоже закладываем заливаем в общем в этом году тестируем первый раз не могу сказать хорошее средство либо плохое вот например а вот этот крючок который я показала у меня здесь шланг висит это удобно все что угодно можно повесить на эти крючки летний период очень тяжело жить на два дома все дела сразу удваиваются и уборка необходимо уже не только в квартире но и на даче вы меня часто спрашиваете как же вы все успеваете отвечу так просто стараюсь облегчать себе труд использую современные гаджеты помощники современные различные средства сегодня покажу как мое любимое средство очиститель изиклин справиться за считанные минуты с различными загрязнениями и здесь усиленная формула для удаления сложных органических загрязнений жир следы пота трава ягоды кофе вино чайный налет все можно убрать здесь максимальная концентрация активного кислорода значит средства нужно меньше хватит на дольше хлора не содержит безопасно для септиков посмотрите на эти кружки сильным налетом от чая моя посудомоечная машина с ними не справляется а стоять чистить просто нет времени сейчас я насыплю очиститель изиклин залью кипятком а это важные условия для очистки и буквально сразу мои кружки будут идеально белыми кстати мне не придется вычищать раковину а особенно сливное отверстие туда и сейчас также засыплю изиклин налью кипяток и без усилий сделаю ее идеально чистой уберется весь жир и налет буквально сразу только вчера утром я повесила чистое полотенце а к вечеру оно было уже все зеленое это пятна томатов которые я подвязала и посынковала без перчаток беру тазик насыпаю изиклин наливаю кипяток и кладу полотенце результатом конечно же я поделюсь а ждать его придется недолго пятно ушло практически мгновенно его как будто бы здесь и не было сейчас постираю свежую можно снова пользоваться ну а вот они мои белоснежные кружки это просто какое-то волшебство раковина также блестит сливное отверстие без жира налета и засора очистителем изиклин можно чистить ванну раковину всю сантехнику кафель ковры обивку мебели засоры убирать плесень грибок почистить лоток домашнего животного обувь особенно белую подошву освежить различные украшения чистить 101 способ чистоты с изиклин секрет порядка чистоты очень прост только изиклин я заказываю всегда на вал берез ссылочка и артикулом обязательно с вами поделюсь укажу их в описании к видео закреплю в комментариях переходите заказывайте и вы будете в таком же восторге от уборки как и я вот например эти таблички видите у меня на землянике здесь все подписано здесь я уже карандашом подписывал вот ничего не стирается все нормально даже после дождей и то и сильных даже сегодня я пришла у меня распустились лилии эти лилии я покупала фикс прайс посмотрите какие они шикарные лилии я покупала и вот эти клубни я все дома высаживала я их никуда в холодное место не клала я их купила и сразу землю посадила потом у меня сами вот этих лилии выросли дома я их сюда пересаживала какие-то у меня уже успели дома отцвести а вот эти красавцы у меня зацвели здесь и буквально зацвели сегодня меня может быть вчера вчера меня не было были такие большие бутоны вот видите сама по себе лилия маленькая цветочку не такой огромный так что растение из фикс прайс хорошие здесь вот сколько будет один два три четыре вот такой мне красивый попался набор до лилии такие замечательные в прошлом году покупала для прошлого сезона а вот такие подвесные кашпо я думаю многие купили они замечательные в прошлом году они у меня на террасе висели в этом году висят на улице вот их на качели подвесила с блоку у меня здесь качели и сбоку я повесила кашпо у меня здесь петуни вот такие все выдерживает а немножечко видите при покупке саму кашпо было круглое но за счет того что здесь три подвеса они такие стали видите как саму кашпо по себе такой как треугольная что ли стала ведь и другую форму приняла немножечко вовнутрь и сжала от тяжести вот там земля все держит ничего не ломается так что если увидите можете смело такое покупать замечательно смотрится и недорого также я покупала уже к этому сезону кашпо вот такого плана легкие по моему 77 рублей они стоят и отдельно я покупала подвесы подвесы у меня куплены белые но в этом году я еще не вешала мы доделываем нашу беседку я хочу потом возможно туда перенести возможно и не буду вот видите все поместилось все хорошо они были еще коричневого цвета разного это знаете кипром легенькие легенькие хорошенькие мне понравились изюминка этого сезона на моем участке это аисты аисты потрясающие по моему 249 рублей они стоили потом кто-то мне говорил они подорожали я покупала по 249 рублей за ними охотились наверное уже все разобраны у нас напомню что я живу санкт-петербург ленинградской области и ветра бывают такие достаточно сильные аисты стоят даже вчера у нас был сильный ветер у меня упали тяжелые качели здесь прям тяжелые они были не закрепили мы их не успели они упали аисты такие легкие здесь стоят говорили ножки неустойчивые я вам покажу вот видите все нормально у меня земля такая плотная у нас суглинок и я когда кашу их вынимаю прохожу газонокосилкой просто вынула положила вот на дорожку здесь прокосила их установила они замечательные их можно поворачивать в разные стороны не знаю мне они стоят нравится даже соседи когда увидели напротив из окна потом спрашивают а мы думаем что тут за птицы прилетели а это я тогда первый раз аистов в общем они потрясающие целую партию муравьишек я покупала в садовом отделе у меня пока здесь вот такая клумба новообразованная и здесь вот ничем не замульчирована нет никаких таких разросшихся почвопокровных и у меня вот они после дождя такие немножко пылятся дождь отскакивает значит я скоро буду красить беседку белый цвет и хочу как раз когда открою краску обвести муравьишки глазки мне вот на дзы не прислали фотографию что это действительно замечательно а то моего муравьишку здесь и не видно у меня они все вот такие с лопатой и один у меня с такой котом кай сейчас я покажу вот второй муравьишка у меня здесь под пионом и он отличается других а вообще мне те больше понравились но вот это тоже красивый бежит куда-то на так я их расставила по различным клумбам они мне нравятся вот единственное они вот после дождя такие у меня пачкаются но я надеюсь что когда-то у меня растения разрастутся так как у меня новые клумбочки все и у меня не будет вот не будут они так пачкаться то есть у меня какие-то почвопокровные тут все закроют но я над этим работаю а так они замечательные берите не пожалеете красивые и хочу показать вот как раз таки вспомнила про приствольные круги не обращайте внимание у меня еще не совсем все покошено покос это прям меч трава так растет только пробежишься с газонокосилкой она опять выросла мы покупали в этом году вот такие кокосовые круги приствольные и я их крепила вот этими которые я вам сказала из фикс прайс в принципе она и без этого держится поэтому я некоторые можно даже убирать и при сильном ветре а так вот я их сцепила вообще хорошие они их куда угодно можно применить поэтому я не жалею мне много я их скрепила и все это так вот хорошо держится в этом году я очень много купила хост магазине фикс прайс хочу сказать что выжили у меня не все у меня две или три хосточки погибли еще дома в стадии вот такой вот взяли и погибли даже когда я их не успела вы не вывести на участок вот эти растут очень медленно но я надеюсь что они приживутся они у меня были в земле но у меня была перепланировка они так медленно растут я их пока вот пересадила обратно в горшки если они вырастут будут большие я обязательно найду им применение я их высажу на свой участок ну а убрала сейчас я покажу почему потому что вот эти я купила за 149 рублей корни магазине фикс прайс вот еще здесь а вот эти по 150 и по 200 я купила уже по объявлению на авито у женщины в соседнем поселке тут рядом с нами представляете есть разница фикс прайсе купить либо купить вот такую за 150 и за 200 просто я в один день за 150 купил а потом на следующий день поехал женщина уже мне их по 200 продавала но 200 это просто даром конечно же я те сразу перед выкопала и посадила такие большие но мы с вами с улицы перемещаемся уже ко мне в домик и сейчас я нахожусь на террасе здесь я повесила котика кто помнит продавались экспрессе вот такие коты это такой светильничек он двойной у него сам вот этот механизм который светится да он там внутри между вот этой черной и он на двухстороннем скотче у меня еще когда прохладного так вот хвостик смотрите когда дует ветер да всегда хвостик вот так красиво колышется у меня этот котик стоял дома просто на тумбочке я его никуда не вешала а тут я нашла ему х применение на террасе я повесила зеркало повесила часики сейчас утра ранее утро я здесь 6 утра и котика сюда я тоже похищена вот были и ветра и все сильные хорошо держится не падает и вот украшает мою стену на террасе ну а если опуститься ниже можно увидеть мою любимую корзину которую я купила фикс прайс и обратите внимание я применила для воды вот бутылка большая с водой с помпой здесь вот мне понравилось не часто фикс прайс такой привозят что вот это закрывашка есть обычная корзина здесь она вот с этой тканью мы набираем когда воду достаем развязываем здесь вот бантик просто не посмотрите можно переносить и я вот вынесла на террасу мы пьем водичку когда вот жарко в чайник наливаем в кувшинчик здесь у меня на тумбочке стоит кувшин вот сейчас воды нужно налить вот это вот этот подносик у меня из магазина фикс прайс я еще сейчас в доме покажу я вот уже применила под кувшинчик под стаканчики и вот эти подносы потрясающие их обожаю они меня уже еще и тем летом были они как новые у меня фикс прайсе покупала сапожки постоянно вам их показываю рекомендую они конечно же уже не такие красивые и яркие как были при покупке так как я в них работаю здесь на участке в дождь можно надевать после дождя ну в общем вы понимаете что это вещь классная сколько раз я уже знаете так вот перегибала ногу вот когда бывает так сядешь на колено маленькие такие вмятины но ничего не трескается материал великолепный вот этот его вот этот удобный скос здесь не задувает здесь ничего не мешает при ходьбе и при сгибании и еще вот материал его хорош тем что в холод в них не холодно а в жару в них не жарко он прям такой вот как вот температура хотела как будто бы поддерживает очень люблю обувь из его у меня такие есть еще высокие там вот низкие у нас вот здесь вот куча такой обуви вот его это самый лучший материал который могли придумать за последнее время никакая не резина и в жару и в холод и в любой погоду увидите фикс прайсе цена там прям очень низкая на террасе у меня есть шкафчик хозяйственный и здесь у меня лежат тоже предметы которые из фикс прайс у меня есть вот такие четыре ведерка вообще это ведро пищевое она великолепная стерлась четыре с половиной литра вот у меня здесь три еще одно меня отдельно для уборки эти я использую в прошлом году я урожай собирала а пошла например огурцы собирать оно небольшое нести не тяжело не как большое там 10 литровое и я их обожаю не в фикс прайс разного цвета цена на них просто замечательные ручки не отваливаются в общем ведерки ведерками я довольна я раза три покупала сначала одно потом еще два купила а потом в этом году еще одно купила вот этот ковшик тоже из магазина фикс прайс его вы можете встретить и сейчас я его покупала в прошлом году объем литр 300 воду черпать очень удобно значит я его куда использовала в прошлом году осенью мы поливали под корень удобрения вносили под деревья в приствольные круги муж у меня в большом ведре такое огромное ведро которым не было не поднять он там разбавлял а я уже ковшиком вот так вот и получалось вот сколько нам нужно столько было прям удобно черпаешь ну а вообще можно и водичку и все что угодно это пищевой пластик и я его обожаю тоже этот ковшик здесь у меня вот такая моя любимая корзинка она здесь у меня даже уже с наполнением здесь у меня все для уборки вот средства я прям так взяла и пошла перчатки средства вот когда уборку делаю очень удобно переносить окна моете пыль протираете тряпочки положить бумага тут у меня туалетная лежала я зеркала когда мой бумагой потом насухо протираю в общем вот это органайзер прямо у меня в любимчиках ему наверно уже четвертый год на террасе у нас вода и я когда мою посуду я вот так складываю дома я так не делаю дома я сразу ставлю на столешницу вытираю полотенчиками и раскладываю по полочкам по шкафчикам здесь я по-другому я купила вот такой светофоре коврик для посуды здесь у меня вот все высохло можно все это раскладывать доска из магазина фикс прайс вообще пластик не люблю купила чисто случайно из-за цвета так как мне нравится такой все молочная коричневатая бежеватая светленькая вот в прошлом году я тоже использовала но в принципе доска хорошая но вообще я фанат фанатка стеклянных досок кому-то они не нравятся пишут ножи дубятся ну все можно поточить но зато стеклянные запахи никакие можно на одной и той же доске все что угодно резать помыл а здесь конечно же доски нужно одна там для хлеба для овощей для чего угодно но мы перемещаемся уже в дом обратите внимание вот на эту щетку она чуть-чуть у меня разлохматилась но щеточка замечательная тоже из магазина фикс прайс купила не жалею чудесная я ее сначала дома тут что-то использовала потом думаю думаю вроде она мне не особо последнее мое применение было буквально позавчера я чистила на улице у меня там куб для воды был пыльный весь я прочищала компостер тоже вот как я вам показала муравьишки после дождя такие пыльные вот я так и так вот иногда прохожу что-то так вычищаю щеточка замечательная но такие вроде уже сейчас не продают у нас домик небольшой есть отдельное помещение такая кладовочка здесь у меня у мужа различные инструменты все тут по его части тоже есть уголок и например вот эти органайзер я покупала в прошлом году они просто великолепные вот висят хорошо здесь два набора вот это один набор а вот это второе они так и продавались 6 штук продавалась и планка если не ошибаюсь здесь два набора может быть 4 я уже забыла кто помнит они по 3 продавались ли по 6 наверное все таки здесь 4 набора идет в комплекте 3 органайзера наверное вот так и планка на которую все это подвешивается вот такая она на саморезе крепится и вот эти органайзеры вешаются так нужно тут нормально повесить что-то тут у меня скривилась в общем они все все идеально висят обратите внимание здесь тяжелые такие ну для такого маленького органайзера гвоздей тут много ничего не провисает сто процентов рекомендую но уже такие наверное вы не найдете они были хит продаж прошлого года фикс прайсе если только где-то поискать по строительным магазинам также в кладовке у меня такая потрясающая корзина стоит а я ее раньше покупала вам показывала использовала для пикника мы когда домика у нас еще не было только купили участок приезжали делали забор вообще голое поле я привозила в этой корзинке продукты термос бутерброды теперь эту корзинку в этом году я поставила здесь кладовочку мы складываем сюда я использую для грязного белья ну какое грязное белье перчатки рабочие носки пылятся постоянно бегаешь делаешь дела на участке вот все это складывается потом я в пакет перекладываю увожу домой на стирку вот такая корзинка она великолепная у нее такой пластик мягкий и она служит долго в общем она классная здесь вот еще увидела вот эту корзину никак не могу ей найти применение вот кто такой покупал конечно применение может быть различное хранить какие-то мелочи вот у меня она правда как-то не прижилась стояла долго и дома потом я ее сюда привезла в дачный домик тут я хранила какие-то провода такие знаете вот зарядки какие-то телефон зарядить что-то в общем не прижилась хотела ну не обманываю выбросить а тут смотрю муж говорит можно я возьму гвоздики положу что-то он там делал ему нужно было куда-то положить я говорю ой как хорошо что ты найдешь ей применение я прям не могу вот прям не знаю куда применить мне она как-то не приглянулась не по душе какая-то для меня она слишком простенькая для интерьера большая гора перчаток все это можно сказать одноразовая из фикс прайс наверное так же как из других магазинов вот эти органайзеры обратите внимание я покупала тоже для хранения мне эти органайзеры понравились у них плюс в том что они могут как этажерка друг на друга устанавливаться но здесь они мне пригодились именно в таком варианте здесь я храню перчатки например вот такие из фикс прайс но они все одноразовые посмотрите во что они превращаются после какого-то дела прополоть порыхлить в общем у меня их много но это не вина фикс прайс видите все грязные не отстирываются я их стираю самые лучшие перчатки которые я купила вот попутно вам покажу вот великолепный вимаси брала какие они шикарные рублей сто стоят а то и 90 а то и 120 где-то так они практически полностью прорезиненные я пошла сразу накупила пять пар так мне на все лето и хватит а вот эти посмотрите мне не очень я такие больше покупать не буду ни фикс прайсе не светофоре нигде не в доброцене я тогда набрала ужасно упаковка с бахилами кстати вот эти плотные это из другого магазина а вот основной весь рулон это из фикс прайс скажите аюля для чего бахилы на даче а вот зимой так как это домик летний мы заходим в прихожую зимой мы здесь не живем мы приезжаем регулярно проверяем как дела как что и и чтобы не разуваться так как пол леденючий вот как на улице на улице будет минус двадцать пять и доме будет минус двадцать пять надеваем бахилы и пошли так как у нас там покрытие вот эти покрытия ты чтобы не испачкать с улицы мы надеваем бахилы потом выбросили уехали здесь вот я уже остановилась перед входом в кухню-гостиную обратите внимание на эту сетку она у меня постоянно рвется и и нужно как-то подшить я ее только в этом сезоне первый раз стал использовать вообще я ее купила для предыдущего сезона хотела еще прошлое лето повесить но как-то мне все это не получилось как говорится ой она хорошо соприкасается она хорошая она правда хорошая можете брать но единственное тут как-то нужно все это прошить вот она вся отрывается вот мне нужно взять сейчас нитки я как раз хотела и она видите а так она хорошая у нее в комплекте идут вот эти гвоздики тут я все сама крепила берете молоточек туда их прибиваете можно вдавить если у вас что-то такое здесь вот я в доску так вот но она вся знаете такая сыкость-накость как говорится чтобы ее повесить этот край нужно было поднять этот опустить этот опять где-то тут в воздухе висит в общем шторка хорошая функциональная она действительно вся скрепляется вот но она вся перекошена сыкость-накость птички тут такие так вот она неплохо мы ее так вот применили кухня-гостиная заходишь мухи все равно залетают может быть не так много ну как бы я довольна только подшить нужно вот сейчас я ее в нормальный вид привела она быстро снова подшиваешь она снова в этом году покупала вот такую пакетницу увидела фикс прайс думаю куплю такая пакетница замечательная повешу думаю и сюда что-то она мне ужасно не нравится если честно она какая-то неудобная маленькая ее можно конечно же тут на вот эту липкую ленту повесить на саморезы но для меня она какая-то маленькая потому что этот маленькие пакеты я сюда не складываю у меня какие-то в основном сумки ткани вот какие пакеты нашла положила но я от нее не в восторге поэтому я даже не никуда не не вешаю что-то на мне не не очень если честно есть еще аптечку нужно повесить так что ну вот кто вот любит вот так вот вытягивать я так не делаю я сверху беру общем для меня она маловато не очень здесь у нас домики кухня гостиная и тоже много интересных товаров из магазина фикс прайс здесь мы обедаем завтракаем ужинаем здесь у меня такое местечко добро пожаловать ко мне домой все мои зрители приглашаю вас вас очень много двести шесть тысяч человек это те только кто подписан насколько без подписки смотрит еще больше наверное если все подписались у меня наверное уже полмиллиона было бы но всех приглашаю добро пожаловать хочу показать что из магазина фикс прайс есть у меня здесь в домике ну вот начну вот с этих кружек вы знаете сто пятый раз скажу что я их обожаю вот сижу пью чай приехала сегодня провести свой выходной в загородном доме приехал в шесть утра муж поехал на работу меня завез я тут прям отдыхаю в кавычках мне нужно много работать косить и вот эти кружки у меня их четыре хотела купить больше но искала искала у них дефектов много на ручках тут какие-то были ляпы знаете как говорится китай производства ну вот купила одну розовую что мне более-менее приличных вот видите какие дефекты есть тут недочеты но это такая мелочь вот можно поискать по магазинам по выбирать окружки на небольшие они хорошие качественные вот вообще-то бульонница но я чаевница еще то я могу не есть но вот чай буду пить постоянно здесь у меня из фикс прайс вот такая подставка бамбуковая вот я ее применила здесь на столе поставила на нее салфетницу она продавалась такая я побоялась что она будет пачкаться капли какие-то у меня муж покрыл лаком какой-то лак для обработки детских игрушек детской мебели у нас какой-то был такой лак безопасный как говорится да и никакие вы никакого запаха ничего нет здесь у меня салон очка можно вот это убрать слоника вот и здесь вот так это все симпатично смотрится у меня сегодня бальзамин зацвел прелесть такой цвет красивый коралловый на кухне тоже тут у меня что-то еще есть из магазина фикс прайс покажу у меня в ящиках вот контейнерочек вы уж извините что тут он из-под каши я только что завтракала привезла кашу разогрела в микроволновке вот прям люблю вот эти контейнеры с фикс прайс пол контейнера это прям хорошая такая большая порция каши получилась но попутно сразу вам покажу то что мне не понравилось в магазине фикс прайс значит вот эта тарелка пасхальная коллекция я даже ей не успела воспользоваться ни разу меня отлетел этот кролик посмотрите у него тут следы клея я принесла домой все помыла даже смогла аккуратно привезти сюда положила стол в кухонный думаю будут какие-то там знаете мы сухофрукты вот покупаем финики чернослив думаю разложу сюда открыла достаю и отлетает этот кролик вот даже не воспользовалась он не разбился возможно можно как-то приклеить кто знает на какой клей можно приклеить этого кролика вот он тут сидел видите что получилось откололась вместе с этим покрытием и вообще-то вещи плохого качества если только купить куда-то поставить и не трогать вот так скажу да для интерьера куда-то бывает там для роликов для видео покупают вещь некачественная когда привезли выложили целый много их было когда их привезли фикс прайс мне пришлось перебрать все и вы не поверите я раз пять пересмотрела мне как-то думаю куплю красиво смотрится в общем безобразие качество отвратительное по моему 249 рублей стоит кто знает на какой клей лучше приклеить пишите в комментариях у кого у кого вообще выжила пишите эта тарелка вот поэтому безобразие по-другому не сказать вот такой интерьерный предмет я покупала пасхальный но я поставила у себя здесь в домике просто для красоты покупала как курочку потом рассмотрела это петушок очень красиво я купила желтого оранжевого двоих а так еще были по моему зеленые ну вот так это все симпатично замечательно такой вот стиль приятный домашний мне понравилось качество хорошее здесь у меня одна была такая с наклоном ну как-то тут мы и выпрямили а вот смотрите видите спичка вот косяки на косяках покупала в пакете видите вот такая обычная вот это вот этот ровно петушок а вот этот был с наклоном получается вперед вот так я когда дома поставила на там не видно магазине упаковки вот он у меня вот так был в итоге мужа попросила здесь мне выпрямить а он говорит если я сейчас согнул тут все сломается потому что ну приклеено было и он говорит спичку подставь и на скотч приклеил вот спичку мы подставили видите как и сразу она выровнялась чудо чудо-юдо все нормально теперь так вот и никто и не видит что тут вот это дефект это неправильно просто приклеили а в упаковке мне было не видно покажу вам что у меня здесь из кухонных товаров магазине фикс прайс что покупала вот эти шикарные подносы у меня их четыре это который я вам показала у меня там на террасе с кувшином куда использую уже рассказывала неоднократно посмотрите какие они замечательные вот сюда кладу и вот так вот салфеточку бумажную вот эту и все никаких не крошек потому что у меня покрытие я только про пылесосила позавчера а у меня уже видите вот крошки все это в общем стараюсь какие-то подкладывать также их можно взять на улицу куда-то в беседку просто на качелях взять найти как поднос но вот я для этого использую а потом вот этот органайзер тоже из фикс прайс вообще универсальная вещь все что угодно можно вот эту лопатку новую вообще ни разу не использовала купила цвет шикарный подходит мне под интерьеры под мои силиконовая ручка деревянная ни разу не использовала вроде все вот этот нож сто лет назад уже показывала фикс прайс покупала я еще и ролики не снимала этому ножу более наверное 10 лет почему-то мне казалось всегда что он керамический но по-моему не керамический металлический судя по лезвию в чехле а раньше я его использовала почему купила в чехле на природу пикник какой-то удобно лезвие здесь можно спрятать не поранишься так вот он у меня тут но уж этот и прижился в дачном домике уважаемые зрители видео длинное наливайте чай присаживайтесь освобождайте время себе все вам покажу все расскажу смотрите у меня тут шкафчики второй поднос вот который на столе у меня лежит а вот второй пока еще никуда его не применил но тоже можно знаете в беседку на террасу что-то поставить так вроде как все по фикс прайсу нет не все покажу еще вот ту штуку вот она я ее купила но ни разу по моему не использовала возможно один раз это у меня муж купил помню мы с ним поехали я делала обзор в пушкине на гусарской а он пока меня ждал решил по магазину пройти по фикс прайс несет эту штуку говорит давай купим мы купили вот эту в тот день и такая вот вот типа такой только большая не знаю где она дома наверно с ручкой а это вот промывать но я такой не люблю тут промываешь сливаешь в общем вещи для меня оказалось крайне бесполезная промываешь ручка удобная кому-то нравится кстати удобно наверно крупа может быть да либо фрукты я просто зеленый этот цвет не люблю носик все это сливается вот видите как принципе можно попробовать да фрукты сейчас сезон фруктов помыл да вот так оно стекло в общем я не пользовалась не знаю почему не пользовалась дальше уважаемые зрители по кухне хочу вам показать как тут я применила вот такую корзину покупала на мне раньше на столе стояла вот здесь я ее заменила вот на эту тут что-то мы тут привозим перекусить когда да без ночевки все это туда у меня укладывается а здесь я ее применила сюда это фикс прайс купила по моему 249 рублей вечно хорошая металлическая большая бывает белый бывает черный вайт меньше намного в два раза но вещь такая замечательная не только для кухни ручки смотрите какие удобные можно вещи шкаф игрушки канцелярию в общем все что угодно даже инструменты какие-то здесь у меня чай я поставила мне удобно я открываю и сразу у меня тут все что мне первая такой необходимости для кухни вот что мы пьем чай постоянно вот любим ахмат с бергамотом масло который сейчас вот сезон салатики постоянно делаем оливковое покупаем хлеб цык чаю цыкори меня муж пьет еще я покупала фикс прайсе вот такой органайзер ему тоже уже года два-три служит хорошо боялась что будет знаете почему вот обращайте внимание при покупке таких вещей где ручка почему я когда вам делаю обзоры акцентирую что защелки на самом контейнере помните я иногда говорю либо защелки на крышке если защелки на самом контейнере то они защелкиваются вверх видите на крышку и если что-то положить тяжелое но вы поняли да что это крышка она будет оттягиваться вверх контейнер сам вниз и ручка может отщелкнуться видите ручка отщелкнется и у вас все что лежит все упадет я для чего-то тяжелого такое никогда бы не использовала понесете разобьется или там просто раскроется рассыпется если что-то тяжелое наверное в принципе и ручка если здесь вот вниз тоже расстегнется да расстегнется точно в любом случае расстегнется в любом случае здесь у меня такая штучка еще из фикс прайс тут у меня и фаберлик и разные ну сегодня видео про фикс прайс поэтому я вам я потом еще про светофор покажу сколько у меня товаров из магазина светофор вот таких у меня много здесь и дома пробковые вот эти вот такие перчатки покупала фикс прайс точно полиэтиленовые очень давно покупала большая упаковка 100 штук прям года три назад скорее всего он покупала пользуюсь наверное два набора потому что взяла у меня один здесь один дома в квартире куда применяю я применяю беру одну перчатку мне одной достаточно когда мясо курицу мы делаем на решетке вот я дома за море но я привожу и раскладываю вот у меня решетки здесь и чтобы руки вот в этой в чем там маринуется не испачкались запахи там все это мыть потом перчатку надела все перчаткой разложила выбросила все руки чистые здесь я их привезла набор понравилось вот на глаза попалась веревка фикс прайс и покупала хлопковая это такое применение тоже можно обширное и вязать можно что-то из хлопковой я тут иногда что-то подвязываю что например я до этого подвязывала вот сейчас у меня кстати вот на джуте из фикс прайс висит видите шторка я вам сейчас покажу вот это так отодвину стульчики у меня здесь шторка такая здесь у меня такой бабушкин комод мы отреставрировали и у меня там по хозяйству все по участку корзинки здесь у меня и я все это прикрыла сшила сама шторки на сайте любимый василек вот эти материал вот этот и у меня на джуте висит до этого у меня вот на это это тоже хорошее писали на резинку можно повесить я как-то вы знаете вешала у меня все равно оттягивается вот видите провисает немножко вот эти крючки очень замечательные видите какое можно им применение они мне не зря здесь лежат тоже хотела показать что недавно покупала фикс прайс пока конкретно вот эти я не использовала но примерно вот для таких целей использовать можно видите такой вот как гвоздик до саморез таким вот куда-то можно применить да что-то вот так же подвесить тот же знаете натянуть штору какую-то повесить на окно в общем я их купила фикс прайсе в этом году это новый товар и обязательно применю наверное позже просто здесь у меня лежат два набора я покупала вот такие штучки вы знаете пока никуда их не применила что я планировала я планировала томаты крепить вообще по ним очень хорошие отзывы вот для растений да скреплять какие-то к чему-то вот скрепил и все я их когда покупала почему-то я подумала что я томаты когда подвязываешь я опору ставлю но конкретно у меня стоят полипропиленовые трубы в теплице вы видели начале видео и размер не подошел у меня одна полипропиленовая труба такая в общем это какие-то может быть веточки между собой возможно когда у меня томаты разрастутся так как я индетерминатные высокие у меня они уже растут хорошо я их конечно там посынкую все нормально но если какие-то ветки там куда-то будут отходить возможно я из применю потому что я купила аж два набора и отзывы по ним были хорошие пишите вы куда применяете потому что если опора то только такая тонкая совсем как вот светофоре такие металлические опоры на для растений либо совсем какие-то ну в общем пока я никуда ни разу не применила они мне пока вот не подошли никуда вот эти замечательные подвесы из магазина fix price я была в каком-то магазине знаете где была мега дыбенко в кудрово кто живет я знаю мои зрители там живут вот там замечательный fix price и я когда там делала съемку в мегу мы ездили думаю пойду fix price покажу я забрала у них вот эти все по-моему они по 149 рублей мне кажется они были забрала все все четыре у меня сначала здесь петуни висели потом я сняла петуни переделывала здесь на участке пока мне их в принципе повесить некуда но вы видели что вот эти белые кашпо с петуними они сюда идеально вот этот горшочек идеально сюда подойдет пока просто у меня оно висело на арке но яркую сняла и переместила и в общем пока не знаю куда применить и просто у нас не доделана беседка потом можно обязательно я их применю конечно же применю найду они подвешиваются цветы будут красиво но пока вот отложила вот эти вот я вам показывала который вот белый белый кашпо с петуними у меня горшочки вот эти вот к ним подвесы покупала fix price и буду вешать доделаем когда место куда повесить и вот эти опоры тоже я покупала fix price и в пакете пакет я выбросила здесь я их перевязала и у меня вот так вот все это здесь лежит хранится замечательная картина из магазина fix price моя любимая коровка у меня таких 2 249 рублей как сейчас помню покупала сначала одну потом пошла вторую купил как я ее люблю вот просто стоит внутри вот это солома какая на хорошую ее можно повесить он у меня в в комнате висит здесь спальня сейчас покажу обожаю эту корову там помните курочки были но вот корова прям запала так что мне кажется она никогда мне не разонравится обожаю такую расцветку какая она красивая здесь календарь 2020 4 год повесила здесь вот у меня вообще таких два календаря один у меня дома за рабочим столом висит на стене у стола а здесь вот домики обязательно дату все меняю с подсолнушками прелесть календарик постоянно покупаю fix price вот у меня такие тут декоративные подсолнушки висят входа в спальню и я купила тоже календарик с подсолнухами вот у меня здесь в спальне в дачном домике в спальне вот вторая картина на стене висит еще одна коровка моя чудесная шляпа ей уже три года наверное да точно третье лето моя шляпа здесь живет поселилась и никуда я ее не хочу девать как я ее люблю у нее такие широкие поля шикарный коралловый цвет я ее обожаю единственное вот это вытянулась ну она уже непригодна тут нужно ее срезать и если дизинка необходима она бывает необходимо знаете такой ветер как задует что эта шляпа может улететь к соседям через забор заменить просто нужно покупайте шляпы шикарные шляпы особенно вот такие с большими полями и и когда надеваешь она такая знаете поля у нее так форму форма такая не не такая как сейчас но в общем нужно надеть чтобы показать и на мало классная обожаю панамки из магазина fix price какое-то чудо они хлопковые полностью стираются не быстро да не никаких там нареканий вообще нет вот там еще были какие-то зеленые серые посветлее потемнее у нас их три штуки у меня в панаме ходит вот эту я себе покупала это мужу он тут берет любую они одинаковые здесь шел такой спортивный шнурок в прошлом году покупала шнурок я вынула этот спортивный получилась такая чудесная панама она универсальна на и женщинам и мужчинам подходит посмотрите какая шикарная чистенько стирается поносили постирали в машинке вместе с бельем я не глажу вот она как есть на деле и пошли вот тут что-то у меня порвалось я подшивал веревку когда эту вытягивала чудо покупала в прошлом году три штуки хватит надолго у нас есть шкаф с вещами ну тут уже так вдаваться не буду в подробности очень много вешалок из фикс прайса вот эти прям люблю вешалки самые обычные пластика видите даже вот такие теплые какие-то кофточки футболки все это помещается вешалки классные покупайте там каких только нет фикс прайсе здесь у меня еще декоративная вот это эти домики такие гирляндачка на батарейках на батарейках кстати не очень удобно мне кажется но иногда и в сеть неудобно но я вот применила иногда на новый год включаю здесь вот на зеркало повесила себе зеркало у меня тут мое вот я сюда и повесила упала вот такую штуку фикс прайсе она у нас новая лежит но сейчас расскажу или потом как нибудь расскажу это знаете монтажная подушка вот что-то придерживать у нас один раз машину заклинило не открыть было в общем долгая такая история не нашу машину здесь на участке стояла и пришлось вызывать специалиста который вскрывает машины и он представляете приехал вот с такой штукой а уже и у фикс прайсе продавали и думаю надо же если бы я знала что так можно открыть он в общем подсунул вот эту штуку такой плоский край в дверь стал накачивать дверь чуть-чуть как будто бы знаете вот щель образовалась как здесь он подсунул такую спицу спица такая вот как вот я вам показывала приствольные круги крип спицы такая загнутая и ручку вот так вот дернул внутри машины переднее сидение машина открылась вы представляете имейте ввиду не знаю продаются ли сейчас вроде еще есть фикс прайсе и мы за это отдали сколько-то тысяч вы представляете тысяч пять что ли мы отдали машина вот что-то случилось сел аккумулятор не наша машина здесь стояла ой и здесь такая плоская жесткая он ее в дверь подсунул подкачал дверь отжалась чуть-чуть до щель образовалась он этот крючок всунул и ручка вот как мы открываем внутри в машине он ее потянул дверь открылась он за одну минуту открыл мы отдали по моему тысяч пять а я думаю боже мой я даже не знала что это можно так применять и в тот момент вот эта штука продавалась я побежала купила такую вдруг нам пригодится что-то случилось вот так она и лежит уже второй год в прошлом году это было я в шоке конечно была а я вспомнила почему мы так вызывали потому что в этой машине были оставлены документы сумка с документами моего мужа машина не наша нам тут ее поставили пригнали муж вышел доставил документы там севший был аккумулятор в общем ему нужна была сумка с документами машину было не открыть в общем все я вспомнила классная вещь обязательно возможно пригодится хочу вам показать вещь которую я купила фикс прайсе и отнесу ее к неудачным моим покупкам возможно не повезло не знаю хорошая вещь или плохая я не успела воспользоваться абсолютно новая эта щетка для пыли замечательная тонкая длинная плоская можно там вот везде знаете под холодильником под шкафчиком под диваном где-то в таких труднодоступных местах протирать пыль почему я не ничего не делала у меня не получилось протереть пыль потому что я ее достала начала рассматривать и она у меня треснула вот прям в руках она у меня развалилась вот такая ручка кстати она удобна еще тем что у нее там смотрите резьба то есть можно накрутить на нее длинную вот эту палку деревянную или пластиковую от швабры от чего угодно и где-то протирать еще глубже туда ее поместить вообще вещь хорошая была сверху надета вот эта тряпочка я как раз таки тряпочку снимал и решила посмотреть из чего же состоит вот это вот этот предмет и во время того как я снимала тряпочку у меня все развалилось вот все что осталось смотрите уже эта вещь непригодна если только как-то и и связать склеить да вот здесь вот как-то и и она не не осколков то тут и нет ведь просто она очень много отверстий и они такими вот сцепились в общем пишите у кого эта вещь получилось сделать уборку хоть один раз хоть два пишите но вот эта вещь хрупкая может быть просто мне не повезло а так она была бы интересная вещь да чтобы там вот облегчить тряпочек снимается можно ее стирать я ее даже надевать не буду я боюсь такая резинка плотная я уже и не надену так а смысл если все сломано в общем как-то можно попробовать наверное заклеить пишите как у вас к плохой покупки из магазина fix price хочу отнести вот этот органайзер у меня их было наверно штуки четыре это последний из выживших вот такой подвесной где-то они сейчас еще продаются я видела точно в гатчине по моему они еще есть по магазинам посмотреть вот где я бываю там я их видела но не везде в чем же минус скажите вы хорошая вещь да кто-то покупал цветы вот цветы можно до повесить пластик очень плохой пластик все трескается вот что тут у меня лежит что могло треснуть тряпочка вытираю со стола губка вот здесь вот трещина это еще трещина маленькая последняя держится у меня такие контейнер как это сказать подвесной у меня они висели около кровати дома и чем интересно так вот вниз подвешиваешь и можно сюда телефон положить не знаю там наушники если вы там вечером в общем такая штучка висела и я когда делаю уборку дома со стороны вот где у меня муж спит смотрю у него там дом протру пыль достаю у него все что там лежит а там на нет представляете все в осколках я его спрашиваю ты что-то наступил он говорит нет потом еще у меня в другом месте висела вот пожалуйста трещина видите вот только сейчас это такой пластик вот не все товары производства китай хорошие но и не все плохие вот это плохой пластик он раскрошился просто вот ничего не делая с ним вот даже не знаю почему никто не не задевал ним нигде ничего не не лежало такое чтобы но вот чтобы вырвать дно это нужно как на него наступить постараться когда в том месте когда это невозможно даже сделать причем вот сколько у меня было все три-четыре все уже давно выброшено вот это последний поэтому вот эту вещь я не рекомендую если только какое-то временное пользование пластик просто ужасно уважаемые зрители вот такой сегодня интересный получился обзор надеюсь вам было интересно пишите было вам интересно или не интересно по всем скучаю пишите юля где же обзор из магазина фикс пресс уважаемые зрители я хочу каникулы небольшие себе устроить посмотрите какой у меня чудесный участок мне так хочется провести наше короткое лето у нас санкт-петербург ленинградская область но такое лето короткое то холодно то дожди то она поздно это же кошмар вот а я постоянно тружусь снимаю работы много поэтому вы и вы не думайте я здесь не отдыхаю уже скоро июнь закончится я еще ни одного дня не присела не полежал мне постоянно нужно что-то делать видите какой у меня участок поставили бассейн а вода холодная вот когда при нашем климате как обновить бассейн один раз залезли в мурашках вылезли вот теплица урожай косить постоянно вот я сегодня буду косить с вами пообщаюсь и пойду косить так что вот уважаемые зрители у меня есть канал загородная жизнь с нуля кому интересно показываю все свои работы уже четвертый год поэтому желаю вам всем хорошего настроения удачи отдыхайте тоже пользуйтесь моментами хорошей погоды не болейте в отпуск может кто-то поедет я здесь буду проводить отпуск свой он у нас уже частично был хорошо так когда хорошая погода можно гулять отдыхать чего я вам и желаю ну а мы с вами увидимся уже скоро всего вам доброго уважаемые зрители всего хорошего удачи до свидания всем пока пока а и вот и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok